всем привет дорогие друзья всем привет из канады сегодня мы с вами снова отправляемся в магазин uniqlo я все-таки не оставляю надежду найти что-то интересное в нашем uniqlo я все-таки надеюсь что когда-нибудь к нам наконец-таки доедут эти товары которые никак нам не могут доехать все-таки весна на носу лета и должны же они как-то вот начать продавать весеннюю летнюю одежду я кое-что нашла немного сразу скажу на кое-что я нашла покажу вам в следующем видео примере как всегда начнем мы вот с теплых курток в общем-то весенних курток да скажем так то есть они не очень теплые пуховики но все-таки пуховики и не очень длинные коротенькие курточки и разных цветов стоят они по 89 90 хороший в них состав этих куртках вернее наполнитель хороший это пух и перо но они тоненькие как я уже когда-то говорил в каком-то своем видео кроме наполнителя очень большое значение имеет толщина вот этого наполнителя то есть если наполнитель тоненький то куртка в общем-то пальто не очень теплая если наполнитель толстый то соответственно конечно она намного теплее и вот этим вот курточками весенними скажем так заполнен весь юникло вот эти немножко подороже они стоят 90 долларов я долго не могла понять в чем причина в чем разница тот же наполнитель все то же самое раньше в капюшоне в этих куртках которые подороже есть капюшон в куртках подешевле капюшона нету куртки без капюшона вещь не очень удобная потому что все таки вот то снег то дождь и как бы с капюшоном совсем неплохо без капюшона в общем то трудно красивый кстати цвет такой зелененький светло зелененький его цвета ручек в тон тоже подходящий с какой-то по моему полу хлопковый по моему там около 50 процентов хлопка но мы еще потом на них наткнемся на эти свитера вообще хочу сказать что всего много но все такое знаете магазин заполнен одними теми же вещами как всегда чтобы не оставлять пустые полки одни и те же вещи лежат и там и тут висят и там и тут очень много распродажен но вот именно на пальто и на куртке вот на одежду как-то не очень а вот пальто и куртки действительно очень много вышло на распродажу очень много их было поэтому сейчас они все на селе но вернемся к новой коллекции это тоже новая коллекция которая в общем то трудно назвать но потому что каждый год они делают эти свитера такой знаете немножко объемной вязки с не очень длинным рукавом это уже опять же такая весенняя тема больше чем зимние они эти свитера тоненькие такие там с какой-то примесью хлопка и как бы поэтому они более такие легкие весенние тоже нескольких цветов они есть это другого типа свитер тоже тонкий здесь никакого хлопка одна сплошная по моему синтетика или что-то там есть может быть есть немножко хлопка да по 20 процентов нет я ошиблась 20 процентов хлопка и они такой тоже в рубчик такой вязочки красивые есть цвета есть такой молочный вот бежево-молочный есть серый есть такой сиреневый черный очень красивые цвета как всегда кстати в юникло у них вот простота фасонов но бывают очень красивые цвета я помню один год летом у них были очень красивые льняные рубашки женские такие потрясающих цветов очень простые льняные рубашки но очень красивых цветов это тоже новая коллекция здесь по моему тоже полу полухлопковые они состав половина хлопка половины синтетики кардиганы такие на пуговицах вот они в трех цветах пока что розовый белый и черный и как всегда юбки вот эти юбки плесерованные никло делает каждый год они выпускают вот эти плесерованные юбки только разных цветов пока что в этом году черное сиреневое белое вот видите сиреневый превалирует такой лавандовый лавандово-сиреневый что-то такое вот между лавандой и сиренью во всех абсолютно во всех вариантах он присутствует в юбках свитерах в общем в куртках ну как бы цвет сезона что тут поделать да и в этом году юбки эти они стали продавать по 50 долларов раньше они стоили 40 но как бы подорожало все конечно вот такие вот курточки такие верхние как такая знаете я называю фасончик такой мао дзу дон такой знаете очень очень минималистичный очень строгий такой знаете немножко похож на какой-то военный такой военный какой-то китель эти свитера которые вот один из них вот видите такой зеленый лежал у входа я пока что-то навожу у них порядок потому что что навешано набросано все я убираю эти куртки чтобы не было удобно снимать так вот этот зеленый свитер и синий и вот этот полоску вот этот полоску я уже примеряла в одном из своих прошлых видео если вы не смотрели посмотрите он очень симпатичный хлопковый свитер то не хлопков он тоже по моему 50 процентов хлопка 50 процентов синтетики так вот они есть полоску белый синий синий с белым потом есть синие свитера и вот такие вот зеленоватые это потепление немножко те-таки больших хлопок а эти больше все-таки в шерсть тоже по-моему 8% шерсти или что-то такое в них есть в этих свитерах. Я ожидала, что они будут на распродаже, но они еще нет. Опять же, обратите внимание на цвет. Вот такой вот лавандовый, вот этот сиренево-лавандовый цвет, который прослеживается абсолютно во всех изделиях и никло в этом сезоне. Хотя я думаю, что эти свитера скоро выйдут на сейл, потому что они такие теплые, зимние. А это уже как бы конец сезона. Стоят они 40 долларов. Как я уже говорила, по-моему, шерсти в них процентов 8, все остальное синтетика. И вот такие цвета очень базовые. Темно-серо-светло-серо-бежевый и вот такой немножко всплеск, впрыск цвета лавандового. Ну, там были, по-моему, еще другие цвета, но их распродали. Что вышло на распродажу? Вот эти вот гольфы, такие, знаете, с горлом, такие узенькие, лапшой такой связанные. Они сейчас по 30 долларов. Они сделаны из 100% шерсти мериноса, тонкой шерсти мериноса. И они были всех-всех-всех цветов. До сих пор еще есть очень много цветов. Обратите внимание, девочки, если кому-то нужен такой гольфик, а он очень удобный, вот пододеть под что-то, неплохо, вот шерстяной такой, знаете, посмотрите, они по 30 долларов, сейчас дешевые. Вот эти платья, это тоже новая коллекция, слепдресс или платья комбинации, как у нас еще их называют. Они из трех цветах. Вот такой вот тоже немножко зеленоватый, черный, и там еще висит сбоку синий цвет. Я его не сняла, но в примерочную взяла, поэтому мы посмотрим на него и примерим. Странно, что лавандового нет. Чайные платья в цветочек, которые я тоже примеряла. Девочкам очень понравилось название «Чайное платье». Примеряла в одном из своих влогов. И вот эти вот платья, я тоже джинсовые примеряла в одном из своих влогов. Тоже они из белых, хлопковых платьев, белых, синих и вот такой вот джинсовый вариант. И очень много курток. Повторюсь опять, вот лавандовая курточка. И, в общем, очень много вот этих курток. Это как бы новая коллекция. Хотя в Юникло, знаете, что новая коллекция, что старая коллекция, они, в общем-то, особо ничем не отличаются. Единственное, что нового бывает в Юникло, это, в принципе, их коллаборации с разными там компаниями. Вот была прекрасная коллаборация всегда с Мари Мэка. Но, к сожалению, больше они ее не делают. Я надеюсь, может быть, сделают к лету. Но я помню, что у них была и летняя коллекция с Мари Мэка коллаб, и зимняя была. Были платья, у меня есть несколько. Но вот в последнее время они перестали делать коллаборацию с Мари Мэка. Очень жалко. Продолжение курток. Тоже красивые такие цвета. Есть прям такие малиновые, веселенькие, живенькие. Такие, знаете, прямо вот глаз радуется. Все-таки весенняя коллекция, и цвета такие повеселее. Но вот эти, например, куртки точно такие же абсолютно. Сейчас по 50 долларов. Они из зимней коллекции. Абсолютно тот же состав, тот же фасон. Их можно сейчас купить в два раза дешевле, потому что это как бы с прошлой коллекции. С зимней. Но, опять же, повторюсь. Виникло, что зима, что лето. Что прошлый год, что этот. В общем, с легкими такими перепевами. Одно и то же. В принципе, вот эти пальто тоже вышли на распродажу. И вот эти длинные пальто, толстые. Теплые. Сейчас по 80 долларов. По-моему, они были долларов за 150. То есть порядка так 50% на все куртки и пальто. Сейчас в Иникло скидка. Опять же, девочки, если кому надо, самое время покупать. Потому что к следующему сезону они опять будут дорого стоить. А сейчас вот как раз 50%. Как всегда, очень много спортивной домашней одежды в Иникло. Это, кстати, не просто так спортивная домашняя одежда. Это коллаборация с J+. Смотрите, какая интересная. Вроде бы спортивная такая кофта, но на пуговице. Как будто кардиган. Но вот качество вот такого, знаете, неопрен. Как такой вот спортивный такой костюмчик синтетический. Но на пуговицах интересный. А вот эти вот худи тоже, они не хлопчатобумажные. Они из такой синтетики-синтетики. Но стоят они немало. Стоят они 50 долларов. Опять же, потому что это J+. Видите, вот написано. Спортивная одежда. Я уже говорила в каком-то видео, что можно найти подешевле. Совершенно не нужно столько денег платить за худи и за штаны спортивные. Это платья такие домашние. В общем, ну не обязательно. Можно сказать, что можно их носить дома. Можно не только. Как такая длинная такая худи-толстовка с капюшоном. Только платье. Тоже есть симпатичные цвета. Вот такой вот розовенький. Такой пыльной розы сиреневый, бежевый, черный. В общем, хотите яркое, хотите посветлее, хотите потемнее. Все, что хотите, по-моему, 40 долларов они стоят. Это тоже новая коллекция. Здесь такие коротенькие толстовки и шортики. Ну, опять же, весна, да. Если зимой вот такие же толстовки в комплекте вывешивают с длинными штанами, то весной с короткими такими шортами. Шорты не легкие, не такие тоненькие. Трикотажные шорты, но не летние такие, а такие немножко с начесом. Вы знаете, я не знаю, где в Канаде их очень носят. Вот просто очень. Стоят они, кстати, 35 долларов. Не так, чтобы уж прям дешево. Они из всех цветов. Желтые, серые, там голубые, красные. Разные. Так вот, повторюсь, в Канаде это очень популярная одежда, потому что, не знаю почему, но как-то здесь... Здесь даже шорты с начесом. Вроде бы как они зимние, но вроде бы как шорты. Это коллекция Юникло с Диснейленд. Я не знаю, это коллаборация или это... Дисней Коллекшн это называется. С разными такими симпатичными, веселыми надписями, картинками. Вот феи, эльфы. Слоненок Дамба из мультика одноименного. Так он назывался, не помню точно. Ну, в общем, слоненок с большими ушами. Белоснежка с одним из гномов. Такие очень миленькие, хорошенькие картиночки с очень миленькими, веселенькими надписями, такими, знаете, жизнеутверждающими, да. Ну, Дисней это как бы фабрика грез. Нет, Голливуд это фабрика грез, а Дисней... Ну, в общем-то, тоже. Вышли на распродажу вот эти вот бесконечные, неимоверное количество флисовых кофт домашних и вот эти вот рубашки фланелевые, которые сейчас по 13 долларов. Я думала, что это мужские, потому что когда я со своим сыном ходила по Юникло, мы ему чуть не купили вот такую рубашку белую с синим. Но, видите, они висят в женском отделе. Видите, вот эта белая с синей рубашкой, вот эти в клетку, называются они канадского... форма канадского дровосека. И, видите, вот девочка в ней. То есть это женская коллекция и это женщина-дровосека. Канадская женщина-дровосек вот как бы носит такую одежду. Это тоже новая коллекция. Там написано большими буквами. И Радсона написано New Arrivals. То есть это новое поступление в магазин. Блузочки такие, кстати. Вот, видите, New Arrivals написано. Из района они сделаны. Вы знаете, вот эту я взяла примерочную, ну, не белую, а вот такую лавандовую. В них есть какой-то интересный поинт. Они не просто рубашки. Мне не очень нравится вот этот воротник. Но у них интересный рукав. Они такие приятные, знаете, интересные блузки. Ну, не совсем уж простые. Ну, что-то такое у них есть. А вот это совсем простые. Единственное, что они в горошек. Белая в черный горошек, черная в белый горошек. Видите, написано район, блуза из района. Стоят они 39, да? По-моему, 39 долларов. Опять же, повторюсь, это все подорожало. Они стоили дешевле. Все у нас поднялось где-то на 10 долларов. Все вещи подорожали на 10 долларов. Ну, знаете, я вам хочу сказать, учитывая инфляцию, ой, могло и на 20 подорожать, если честно. Потому что, как бы, можно сказать, что они нас еще пожалели, Uniclo. Как всегда, очень много вот этой вот теплой, теплого белья. Термобелья. Вот, все время забываю название. Термобелья, что тоже у нас в Канаде, это очень популярная вещь, очень-очень в ходу. Я посмотрела, видите, оно такое внутри, как будто немножко с таким вот, с начесом, но с тоненьким. То есть, чем они хороши, вот эти вещи, что они очень тонкие, к телу прилегают, как будто вторая кожа. Вы их надеваете, вы их не чувствуете. И вот это утягивающее белье тоже. У них хорошее Uniclo. У меня есть такие вот штаны, штанишки. Они такие, да, утягивают, в отличие от всех остальных, которые делают вид. А эти, да, утягивают. Не сильно, конечно, но не два размера, но чуть-чуть они вам так немножко вас подкорректируют. И не очень давят. То есть, в них можно жить, дышать, и, в принципе, не так уж страшно. Можно какое-то время в них находиться. Хорошая, кстати, Uniclo спортивная одежда. Вот эти спортивные кофты и штаны, вот эти вот спортивные брюки. Как у нас они называются? Yoga pants. То есть, это, ну, как бы для занятия йогой, но, в принципе, для занятия любым спортом. Что хочу сказать? Вот эти вот брюки сейчас, они стали делать с карманами. У меня есть такие не из Uniclo, а из другого магазина. Именно вот такие спортивные штаны, сбоку вот такие два кармана. Я вам хочу сказать, что это потрясающе удобно. И, может быть, вы знаете, но я недавно обнаружила, что сейчас спортивные брюки делают с карманами. В них можно положить телефон, кошелек, кредитную карточку, ключи, бутылку воды. В общем, страшно это удобная вещь, особенно, когда вы куда-то идете. Я, например, в них летала в самолете, летела. И вот, например, телефон и паспорт. У меня в одном кармане был телефон, в другом паспорт. Все, как бы суперудобно, классно. Вот знаете, потому что обычно в спортивных штанах карманах нету, и вот некуда девать свои вещи, а тут, как бы, все это очень удобно. Пижамы. Просто отдельная вообще какая-то фобия пижам в Яникло. Какое-то засилие пижам в Яникло. Разных и всяких. Их так много. Опять же, у меня такое усиление, что поскольку ничего другого не завезли, так они вот завалили все пижамами. Ну, вот эти пижамы такие, знаете, они делают вид, что это такая дорогая шелковая пижама с таким, знаете, кантиком. Вот есть такого типа, есть бренды, которые делают очень дорогие пижамы, которые стоят дороже, чем много разной другой одежды. Такие шелковые пижамы. Но вот Яникло пытается как бы повторить. Они, кстати, неплохие. У них очень неплохие пижамы. Вот что да, то да. Они как бы очень... Они не всегда из натуральных тканей. Некоторые из них такие смесь, там немножко хлопка. Вот эти вот флисовые вообще, они там сплошная синтетика в них. Но они мягенькие, они приятные, они такие удобненькие, с какими-то весь хорошенькими, такими милыми рисуночками. То есть, в общем-то, ну как бы создает такое домашнее, уютное настроение. И вот эти пижамные штаны, которые мне прямо очень нравится, их расцветка. Вот они из разных расцветок. Ну, прям такие яркие, такие красивые. Я все на них зарюсь. Если честно, хочу купить, вот носить дома. И не только. Однотонные, так точно можно носить так вот на улицу, как верхняя одежда. Ну, как не домашняя, как уличная одежда. А вот эти цветные, ну, знаете, по-моему, в такой пижаме сидеть, это просто наслаждение и удовольствие. Ну, и как всегда, девочки, затравка на следующее видео, примерки. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вы не хотите пропустить мое следующее видео с примерками. А на сегодня все. Люблю, целую. С вами была ваша Дита. Пока-пока-бай. С вами был Игорь Негода.